Проект «Я помню». Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Андреев Павел Алексеевич. Интервью и литературная обработка Сергей Ковалев. Руководитель проекта и главный редактор Артем Драбкин. Опубликовано 15 марта 2019 года. Часть первая. Проходил службу в Красной Армии. Отец после того, как отслужил, не вернулся в деревню, а поехал в Камышин и устроился там работать на лесопильном заводе молотобойцем у кузнеца. Потом году в 1928, когда мне было годика 4 или 5, в город Камышин перебралась из деревни и мать вместе с нами. Сначала мы ходили всей семьей по различным квартирам по найму, а потом отца направили в Саратов учиться на машиниста-локомобиле, паровой машины, ведь все пилорамы на лесопильном заводе приводились в движение паром. После того, как он стал работать машинистом-локомобиле, отцу дали квартиру на улице Пушкина, и мы перестали скитаться по наемным квартирам. Вскоре после того, как мы переехали в Камышин, в 1932 году отец погиб, получив на производстве травмы, несовместимые с жизнью. Отца мы похоронили, мать получила за него страховку в размере 1 тысячи рублей, и в следующем году за 750 рублей мать купила дом, а на остальные деньги мы жили. Дом наш стоял недалеко от Волги, и мы часто бегали туда купаться по улице Героев Труда. Эта улица сначала называлась Большая Казачья, а потом ее переименовали. На этой улице чуть пониже нас, в двухэтажном доме, жил какой-то лесозаводской деятель по фамилии Конкин, и в его честь была названа улица, идущая перпендикулярно нашей. В конце улицы Героев Труда стоял большой элеватор, и мы, огибая его, спускались скруче к берегу Волги. По пути мы пересекали еще одну улицу, на которой жили Моресьевы. Там был большой дом, в котором жили лесозаводские рабочие, и среди них два брата Моресьевых, которые работали в заводской конторе. А Алексею Моресьеву, будущему герою, о котором потом Борис Полевой написал свою знаменитую книгу, вместе с матерью была выделена маленькая комнатушка в самой заводской конторе. Правда, в то время, когда мы переехали в свой новый дом, Алексей Моресьев уже уехал из Камышина строить Комсомольск на Амуре. Так что с ним я не был лично знаком. Потом нам вместе довелось воевать на Брянском фронте, только он вверху, а я внизу. У вас были братья или сестры? Были. Брат, который родился первым, умер сразу после рождения, и мы остались вдвоем с младшей сестрой, 1928 года рождения. Вы говорили, что отец ваш служил в Красной Армии. Это он срочную службу там проходил? Да, срочную. И служил он тут же, в Камышине, в полковом дворе, который располагался на выезде из города. После переезда в Камышин вы сразу пошли в школу? Да, я ведь до этого в школу не ходил совсем. Пошел учиться только лишь в 1932 году. Мне уже было к тому времени почти 9 лет, и я пошел учиться с опозданием на год. Почему? Да кто его знает? Так вот получилось. Мать, наверное, так решила. Я же до этого дома сидел, младшую сестру нянчил. А однажды на съемной квартире вместе с нами жила сестра мамы со своим мужем, который тоже работал на лесопильном заводе. Эта квартира находилась на острове, неподалеку от того места, где река Камышинка впадает в Волгу. Там еще на возвышении стояла церковь. На этом возвышении когда-то, давным-давно, была возведена небольшая крепостица, чтобы спасаться от набегов Емельяна Пугачева и разных других разбойников. И чтобы никто сзади не смог на крепость напасть незаметно, прорыли ров, который наполнили водой. Кроме церкви на этом острове был небольшой немецкий поселок, в котором жили поволжские немцы и была немецкая школа. Сейчас этого островка уже нет, он на дне Камышинки. Лишь иногда, когда вода опустится, чуть-чуть выглядывают остатки каких-то строений. Раньше Камышинка была размером с ручеек, даже углублять ее приходилось, чтобы пароход в нее заходил. А потом, как построили плотину Волжской ГЭС, уровень воды в Волге и, соответственно, в Камышинке сильно повысился. Вы дружили с теми немцами, которые жили в поселке? Нет, я никого там не знал. Но люди там жили мирные, спокойные. Немцев в наших краях проживало тогда очень много. На всем пространстве от Камышина до Саратова были немецкие поселения. Здесь же целая республика была немцев по Волжье. Когда мы переехали жить в свой новый дом, мать устроилась работать на консервный завод, который пустили в эксплуатацию в 1934 году. И там работал водщиком молодой немец 1908 года рождения. Тогда же машин не было, на весь завод одна полуторка всего лишь была. Поэтому всю продукцию из овощного совхоза селили бяжьим, что в 18 километрах от города возили на подводах. Этот немец был неграмотным, не умел ни писать, ни читать, ни по-русски, ни по-немецки. Моя мать работала в столовой, и как раз там она и познакомилась с этим немцем, поскольку отца-то уже два года как не было в живых. Но туда-сюда, и женился он на ней. Стали мы вместе жить. Он оказался хорошим хозяином, был мастером на все руки. У меня тогда у валенок протерлись пятки, и в школу ходить было не в чем. Тогда вязаные носки носили, длинные, словно чулки. Я нашел старый рваный такой носок, скомкал его и заткнул им дыру в пятки, надевая валенок и помчался в школу. Бегу-бегу, и вдруг чувствую, что этот носок за мной по земле волочится. Остановился, снова скомкал его, заткнул дыру и побежал. Мой новый отчим увидел это и починил мне валенки, наложив на пятки хорошую латку. Он перевез с собой весь свой плотницкий столярный инструмент и во дворе у нас тоже кое-что подремонтировал. У нас был дом с большим коридором, так он этот коридор утеплил, в доме окно на улицу прорубил, электричество в дом провел. Электрический столб стоял далеко от нашего двора, поэтому он во дворе еще один столб поставил и к нему провод протянул. Как звали его? Александр Богданович. Совершенно не немецкое имя. Ну почему же? По-русски, кстати, он разговаривал не чисто, с акцентом. В 1937 году у них с матерью родился уже совместный ребенок, мой брат, которого назвали Сашкой. Когда я начал в пятом классе изучать немецкий язык, я стал просить отчима помочь мне с переводом текстов, а он отказывался, не понимал он того немецкого языка. Ведь у них, у поволжских немцев, язык уже чуть переродился и не был похож на чистый немецкий. В той деревне, откуда он был родом, в 40 километрах от Камышина, у него еще остались родственники, которые приезжали на завод. Им выписывали доски и они на подводах приезжали забирать стройматериалы, тез, брусья и прочее. Когда они приезжали, то останавливались на ночлег у нас дома. Вечером они загоняли пару подвод во двор и садились разговаривать по-немецки. Сидят, говорят, говорят, потом бац, тупик, не могут что-то выразить на немецком и тут же сразу переходят на русский язык. Понимаешь, в чем дело? Потеряли они часть своего языка уже. Вот мы сейчас восхищаемся немецкими мастерами из Германии. А ведь и эти немцы, что жили среди нас, тоже были хорошими работниками. Было так. Едет наша телега, и колесо у нее с громким скрипом восьмеркой ходит. А когда немецкая телега с бугра спускается, то слышен только легкий перестук. Все хорошо отлажено, колесо на оси не болтается. Мы по звуку сразу определяли, немцы едут или наши. Когда во время войны выселяли поволжских немцев? Вашего отчима тоже выселили? Выселили. В 1940 году, когда я окончил семилетку, мать сказала, хватит, езжай в Сталинград, приобретай себе там специальность. И вот я осенью того же года уехал и поступил в школу при заводе баррикады, учиться на токаре универсала. Начал активно заниматься учебой, чертежи делать. И в конце сентября или начале октября вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о создании школ ФЗО, ремесленных училищ и железнодорожных училищ, которых нужно было по-быстрому обучить большое количество специалистов. А до этого вы учились в какой школе? Прямо напротив заводской проходной было здание школы, которое тогда как-то по-другому называлось. Нам объявили, что наша школа закрывается, а нас всех распускают. Если кто хочет продолжить учебу, пусть приезжает сюда после октября. А сейчас пока будут идти все эти организационные изменения. Пришлось мне возвращаться домой. Транспорт тогда какой был? Только пароход. Вам выдали какие-нибудь документы о том, что вы проходили обучение при заводе? Никаких бумаг нам не выдали. А какой бы толк от этой справки был, мы же толком там и не проучились месяц всего, да и практики у нас никакой не было. Через месяц все те, кто хотел продолжить учебу, вернулись туда, в том числе и я. И вот нас построили во дворе по ранжиру, и начальство завода баррикады вместе с мастерами начали отбирать будущих учеников. Отсчитывают группу человек в 15-17 самых таких здоровых и говорят им, клепальщики, вот ваш мастер. И уже мастеру, забирай. Никого при этом не спросили, хочет он быть клепальщиком или нет. Отсчитали еще одну группу, термисты, это которые закалкой деталей заниматься будут. Хреновая, скажу я, профессия. Там детали, а это в основном пушечные стволы, в огромные ванны опускать надо было. При этом разные газы выделяются, очень вредные для здоровья, копоть, дым. Отобрали еще несколько специальностей, осталась у нас небольшая группа. Объявляют нам, машинисты электромостовых кранов. Забрал нас мастер, и началась учеба. Когда вы вернулись на завод, пришлось заново подавать документы на учебу? Я сейчас не помню уже. Заявление, наверное, какое-то все-таки писали. Кого больше было среди принятых на учебу? Городских ребят или деревенских? В основном это были все ребята из районов Сталинградской области, из Быкова, из Дубовки. В то время ходил слух, что дубовские ребята всегда с ножами ходят. Поэтому мы, одного парня из Дубовки, шутя мучили вопросом, где же ножик у тебя? Отучился я шесть месяцев. Попал я учеником на пятнадцатитонный кран, на котором работала женщина-крановщица. Быстро я все освоил, уяснил все команды стропольщика. Там же из-за шума ничего не слышно было, поэтому обменивались только жестами. Куда покажут большим пальцем, туда и передвигал груз. Пробал я учеником три месяца, и моя крановщица-наставница в декрет ушла, а меня оставили за нее работать. Работа на заводе была в три смены, а поскольку я еще ученик, то мне можно было работать только в первую смену. Как уж там в другие смены без меня управлялись, того не знаю. Так как я уже работал самостоятельно, мне за работу стали платить 50% от заработка. То есть на занятия в ФЗО вы уже не ходили, а работали на заводе? Нет, не ходил. Я туда только в ФЗОшную столовую бегал, которая там рядом с заводом была. Вот кормили там хорошо. Особенно в столовой мне нравилась гречневая каша. Вкусная, разваристая, маслянистая, крупинка к крупинке. До сих пор ее вкус помню. Вообще, мы во время учебы были на полном обеспечении. Нас обували, одевали, кормили. Где вы проживали во время учебы? В общежитии нас поселили. На выходных в баню водили. Меняли нам каждую неделю белье. Жили мы в общежитии, разделенные по специальностям. Крановщики в одной комнате, клепальщики в другой. Помимо обучения в ФЗО, на какие-нибудь другие дополнительные занятия ходили. Например, обучаться стрельбе. Ведь тогда было модно быть ворошиловским стрелком. Нет никуда. Только учеба и работа. Только сбегаем на обед и обратно. А когда смена заканчивается, то в общежитии и свободен. Чем занимались в свободное время? Да ничем. Болтались без дела. Иногда по выходным в город ездили, по магазинам пройтись, просто поглазеть. Тогда суббота была рабочим днем, выходным было только воскресенье. В июне 1941-го закончилось наше обучение, настало распределение. Хоть наше ФЗО было при баррикадах, но готовило специалистов для всей страны. Приходили заявки на специалистов из Дальнего Востока, из Казахстана, с любой части страны, где были промышленные предприятия. Разобрали почти всех. Осталось нас короновщиков в семь человек. Прошла половина июня. Мы по-прежнему живем в общежитии, нас кормят, но при этом никуда не забирают. Где-то числа 19 июня приехала со Сталинградского тракторного завода такая мощная бабища и нас забрала работать на тракторный завод. Мы обрадовались, конечно, ведь не куда-то на Дальний Восток ехать пришлось, а поближе. Стали нас оформлять на должность и предупредили, что сейчас для нас нет свободных мест на имеющихся кранах. Но строится новый цех, туда в скором времени установят новые краны и нас на них назначат крановщиками. А пока попросили написать заявление, кто еще хочет получить какую-нибудь специальность. Я написал, что хотел бы освоить профессию фрезеровщика. Оформили нас и всех семерых поселили в общежитии недалеко от ворот тракторного завода. Общежитие находилось в полуподвальном помещении жилого дома, в котором жили люди. Нам досталась комната, в которой на стене висела черная тарелка радио, что по тем временам было роскошью. Окна, выходящие из комнаты на улицу, были небольшими, давали мало света, поэтому у нас постоянно горела электрическая лампочка. Тогда никаких счетчиков мы и не знали, и не знали, кто вместо нас платил за это электричество. Вода, туалет, все это тоже было. Перед тем, как нас заселить в общежитие, нам сказали, чтобы в понедельник, 23 числа, мы были готовы выйти на работу. Пробездельничали мы в общежитии несколько дней, погуляли немножко по городу. В воскресенье, 22 июня, мы проснулись, настроение у нас было отличное. Радио у нас постоянно болтало, и вдруг по нему мы слышим, что началась война. Скажите, перед началом войны было ощущение того, что надвигается что-то серьезное? Оно-то хоть и ощущалось, но не верилось. Но боязнь все-таки была. Она и сейчас у меня присутствует. Знаешь, я и сейчас боюсь, что война начнется. Хоть нас и успокаивает, а мы ведь со всех сторон врагами обложены. Когда началась война, в Сталинграде была паника по этому поводу? Нет, никакой паники в городе не было. А чего паниковать-то? Война еще далеко была. Эвакуированных позже много в город прибыло? Да, были, но не так много, чтобы в глаза это бросалось. А вот госпитали эвакуированные у нас в городе были. Штук сорок, наверное. В понедельник мы, как и положено, все вышли на работу. Правда, попали все в разные цеха. Мне достался тракторный цех. Работу завода тут же по-быстрому перевели на две смены, поскольку большинство мужиков отправились в военкоматы и на фронт. Мое рабочее место находилось между двух фрезерных станков, которые стояли параллельно друг к другу, а посередине стоял стол с тисками. Пока я еще не был полноценным фрезеровщиком, меня прикрепили к более опытному мастеру, и ближайшие две недели я у него учился мастерству. Может, учился бы и подольше, но его на фронт забрали. После этого мне некоторое время помогал мастер-наладчик, но я быстро освоил профессию фрезеровщика и стал работать самостоятельно. Фрезеровал я задний мост трактора. Это сначала, а потом, когда война началась, и на заводе стали танки делать и ремонтировать, то начали в них детали тракторов ставить. Разве до начала войны на сталинском тракторном заводе танки не выпускались? Нет, только с началом войны их стали там делать. А вот на баррикадах военную продукцию выпускали и в довоенное время. Например, 203-мм орудия на гусеничном ходу. И даже во время войны, когда весь Сталинград уже разбомбили. До войны мне приходилось на своем кране таскать лафет от этой пушки. Вы сказали, что на вашем рабочем месте было два фрезерных станка. Вы одновременно на них работали? Нет, я работал только на одном. На втором работал мастер, а когда его забрали на фронт, станок пустовал. Однажды мне захотелось ускорить производственный процесс, увеличив обороты станка, чтобы ускорить выпуск деталей и побольше заработать на этом. Я рассмотрел схему станка, разобрался, как он работает и поменял там кое-какие шестеренки. Включил и пошло. Сначала тяжело так, а потом все быстрее закрутилось. Охлаждение на станке было масляным. Масло падало прямо на деталь, пока фреза там работает. Первую деталь прогнал, все отлично. Я за вторую принялся. Смотрю, дыма что-то становится побольше. Деталь и фреза стали нагреваться сильнее. Я продолжил работу. Потом послышался шум какой-то, скрежет пошел. Смотрю на зубчики фрезы, а они белеть стали. Значит, все, надо менять фрезу. Пошел ее менять, приношу, а на меня как посмотрели, и мне говорят, да ты ж ее запорол. Вызвали мастера, начали составлять акт. Попутно мне на хлобучку сделали. Как же это ты умудрился? Я осознался в том, что хотел ускорить производство деталей. Да глупый ты! Разве ж можно такую скорость для такой фрезы ставить? Это если бы она победитовой была, а то ж простой заменитель. Настоящую фрезу сейчас нигде не найдешь. В общем, составили акт, написали в нем, сколько вычесть из моей зарплаты за результаты моего эксперимента. Хотел я заработать, а пришлось расплачиваться. Как осуществлялся контроль за качеством продукции? В конце смены мы промывали детали, поскольку они были в масле, убирали всю стружку, которая падала под станок, и в корыто с маслом. Всю стружку отвозили на вторичную переработку. Сначала мы сами убирали ее, а потом на завод прислали таджиков и узбеков, которые после ранения уже были негодны для фронта. Это были люди из первой волны раненых, которым досталось в начальные дни войны. Они помогали на заводе. Подвозили заготовки, отвозили детали, убирали и увозили стружку. Готовые детали я клал на ленту транспортера. На них сверху лилась жидкость, смывающая масло, и потом я забирал их оттуда уже чистенькими. Потом я проверял самостоятельно деталь, сверяя ее с поверочным образцом. Затем относил деталь для проверки в отдел качества. Там они уже ее по-своему как-то проверяли своей меркой. Приношу, женщина проверила размеры линейкой, записала себе в журнал, что такой-то сдал столько-то деталей, и я пошел. Смена закончилась, мы в душ переоделись и домой. Душа всегда была жидкой мыла, поэтому отмывались мы тщательно. Некоторые даже постираться успевали. Что сказать, трудновато приходилось. В столовые ходили один раз в сутки, в зависимости от того, какая смена выпадала. Днем, значит, днем. Ночью, значит, ночью ходили. Это когда вы в смене были, а когда дома находились, как питались. А когда дома, это уже кто как сам себя обеспечит. Все по-разному. Заработок у нас был неплохой, деньги у нас всегда были, несмотря на то, что шла война. Из дома продукты привозили? Нет, какие там продукты? У нас домой и времени не было съездить. Мы ведь работали без выходных. После того, как война началась, нам их отменили. Ночную смену отработаешь, то остается время на рынок сбегать, там что-нибудь прикупить. Вы говорите, что зарабатывали неплохие деньги на заводе. Какие-то отчисления делали от заработной платы фонд обороны? Этого я не помню. Но, по-моему, не было такого. А может быть, и были отчисления, но их сразу еще в бухгалтерии делали. Где жили те раненые, которых присылали на завод? Не знаю точно. Наверное, тоже где-нибудь в общежитии. Ведь они вместе с нами приходили на работу и в ночную, и в дневную смены. Они рассказывали вам про войну? Рассказывали, конечно. Причем многие из них рвались обратно на фронт, поскольку здесь, в тылу, им было голодно. Они хоть и плохо по-русски разговаривали, но часто от них можно было слышать «на фронт, на фронт, кушать хочется». А у меня при этом сразу возникала мысль «Е-мое, ну откуда там на фронте еда?» Они все твердили «каша, там каши много». Я тогда не понимал, почему там каши много. Понял это только тогда, когда сам на фронт попал. Сейчас расскажу об этом. В Сталинграде с водой очень плохо было. Лето очень жарким было. Нам воду привозили в трактором в бочке, но ее не хватало. Большая часть воды шла на кухню, ну и нам немного доставалось во фляги. Мы все ходили потные. Рубахи у нас белые были от солнца и пота. Когда хлеба не было, нам сухари давали, которые представляли из себя большие прямоугольники. А к сухарям давали селедку. Ох и селедка была. Спина толстая, такая мясистая. Я в расчете своего орудия был самым младшим по возрасту. Большинство были пожилыми, лет по 40-45. Они ко мне относились, как к сыну полка. Особо работой меня не загружали. Прослышали мы как-то, что примерно в двух-трех километрах от нашего расположения колодец есть, и снарядили меня, как самого молодого, за водой. Вручили мне шесть котелков и отправили. У немцев котелки были узкие, их все шесть можно было в руках удержать, а наши котелки круглые были. Попробуй их всех сразу ухвати. Крутил я их, крутил, но все-таки взял по три в каждую руку. Кроме котелков запасы и стеклянными флягами, а они тоже нелегкие, повесил их на шею и через плечи и пошел искать колодец. Забыл еще сказать, я еще и кусок кабеля с собой прихватил, чтобы было к чему котелок привязать и в колодец опускать, воду черпать. Нашел колодец. Народу у него уже было полно. Кто с канистрами, кто с чем. Все пытаются одновременно черпать воду из колодца. Веревки как перепутаются у всех, так это была трагедия. Чуть не до мордобоя находила. Порой даже за карабины хватались. У нас артиллеристов были карабины, а не винтовки. Они покороче немного. Приходилось, если перепутается, тянуть все разом эту связку котелков. Смотрю, подъезжает к колодцу кухня, обычная конная повозка, на которой повар сидит. Остановился он, открыл крышку своего котла, черпак достает и давай оттуда кашу черпать. Черпает и на землю ее выбрасывает. И вот тогда-то я догадался, почему те раненые из Сталинграда на фронт рвались и говорили, что они на фронте каши много ели. Рота была количеством где-то 75 человек, но обычно неполные роты были. Допустим, дали заявку приготовить пищу на 50 человек, а тут бой прошел, и половина личного состава роты погибла. А кашу-то приготовили на 50. Вот и пожалуйста, ешь каши хоть по две порции. Вот такие вот дела. Я вам тут нарушил порядок рассказа. Надо вернуться опять в Сталинград. В начале мая 1942 года над Сталинградом уже стали появляться немецкие самолеты. Они в основном прилетали на разведку, но несколько зажигательных бомб обязательно скидывали на город перед тем, как улететь. 2 мая в 10 часов вечера Я как раз сменился с дневной смены, и нас несколько человек было дома, в дверь постучали. А мы перед этим, стыдно признаться, бесились, разошлись, подушками друг к другу мутузили. Мы испугались этого стука, подумали, что кто-то из жильцов сверху услышал наш шум и коменданта вызвал. Открываем дверь, заходит мужик пожилой, хромой. У него кожаная сумка висит через плечо, из которой он вынимает какие-то бумаги и читает. Такой-то, такой-то и такой-то. Мы подтвердили, что это мы и есть, и он вручил нам три повестки. В повестках было указано, что 3 мая 1942 года к 7 часам быть в военкомате тракторзаводского района и иметь при себе то-то и то-то. Со мной призвали Ваську Дробкова, который из Дубовки, и еще одного из Новоанненского района. А мне завтра надо с утра чуть свет бежать на смену, тоже к 7 часам. Радио тогда по утрам начинало петь в 6 часов, начиная день песней «Широка страна моя родная». Я проснулся, схватил свою повестку и побежал на завод, в свой цех, к тому начальнику, чья смена в тот вечер работала. Показал ему и говорю, я все, загремел. Вернулся в общежитие и собрал свои вещи. Сумок тогда не было, пришлось снять с подушки наволочку и в нее сложить ложку, полотенце и остальное, что было нужно. Пришли к 7 часам к военкомату и нас отправили проходить комиссию. А этот Дробков возьми и покажи во время комиссии свое удостоверение об окончании ФЗО. А в том документе было указано, что мы должны проработать после окончания 4 года там, где пошлют. Военком посмотрел это удостоверение и говорит ему, иди, работай. И Дробков пошел. А вы свое удостоверение тоже показали? Наши удостоверения у нас тоже были с собой, но мы не знали, что его надо было показывать. А потом уже было поздно, поэтому мы друг другу сказали, а мы поедем кашу есть. Мы, знаешь, как понимали тогда эту войну. Вот есть кинофильм «Чапаев». Так мы и думали, что война – это шашками махать, да из пулеметов строчить. Или, например, фильм «Если завтра война». Это, конечно, снимали маневры, и весь фильм говорили о том, что мы врагу ох как дадим. То Хачевский в свое время говорил, что следующая война будет войной моторов. А Ворошилов ему отвечал, что мы всех врагов шашками порубаем. Порубал, твою мать. С тем товарищем, с которым мы остались вдвоем, нас назначили служить в разные места. Эшелон, в который меня погрузили, тронулся в путь вечером. Проехали мы немного, и нас, несколько человек из эшелона, высадили на станции Раковка с сопровождающим и куда-то отправили пешком. Утром я узнаю, что попал я в часть бронебойщиком и буду воевать с противотанковым ружьем. Пробыл я там дней пять, наверное. Среди нас было очень много таких, что моя твоя не понимает. На меня, видимо, там посмотрели, небольшого росточка, худосочный, какой из меня бронебойщик. Поэтому меня и еще нескольких азиатов, прибывших из госпиталя, опять пешком отправили на станцию и обратно в Сталинград, на пересыльный пункт. Вам довелось стрелять из противотанкового ружья? Да нет, не успел. Прежде чем тебе стрелять дадут, нужно изучить материально-техническую часть и принять присягу. Вы присягу не приняли? Нет. Какая там присяга? Пять дней всего пробыл. А до принятия присяги надо месяц в части прослужить. За нами даже оружие не успели никакого закрепить. Бронебойщиков готовили в полковой школе? Нет, просто там часть формировалась. Вот там и обучение сразу проходило. Располагалась часть в голой степи. Все жили в палатках. Когда мы туда прибыли, там народу уже очень много было. Как вам объявили о том, что вы отправляетесь обратно в Сталинград? Нам ничего не объявляли. Пришел тот самый человек, который нас туда привел, говорит, такой-то, такой-то и такой-то. Есть? Мы отвечаем. Есть. Собирайтесь. Пошли со мной на станцию. Он же нас и привез на пересыльный пункт. Позвратил нас и наши документы. Вы еще не были переодеты в военную форму? Мы в форме были. Нас переодели сразу после бани, когда еще забирали с пересыльного пункта. Каждого на лысо постригли. Это обязательно. Там, на пересыльном пункте, народа было очень много. Все постоянно куда-то уезжали. Приезжали новые, только призванные, и после ранений. Когда меня второй раз отправили на фронт, то я попал уже в артиллерийскую часть, в 1104-й пушечно-артиллерийский полк, который в это время формировался в Котлубани. В часть мы ехали опять на эшелоне. Доехали до станции Котлубань. Наш старший говорит, все, ребята, выходим. Мы вышли, а остальные, кто был в эшелоне, поехали дальше. Куда они там поехали, кто его знает. Со станции мы с сопровождающим пошли пешком в сахоз Котлубань, который находился километров пяти от станции. В совхозе рядом с насосной станцией располагались казармы и столовые, а неподалеку от казарм стояли пушки. Видно было, что все эти казармы были наскоро сбиты из досок, и в них находились деревянные двухъярусные нары. Мы переночевали там, а утром нас распределили под делением, и я попал в расчет 152-мм орудия. Пушка эта весила около 8 тонн. Каждый снаряд весом 43 килограмма укладывался в деревянный ящик из толстых досок, обитых жестяными лентами. Этот ящик внутри разделен был на два отделения. В одном укладывалась медная гильза, а в другом сам снаряд. Причем отделение для снаряда разделялось еще одной деревянной перегородкой с круглым отверстием, куда вставлялся носик этого самого снаряда, и это не позволяло ему двигаться вперед-назад. На какой должность вас назначили в расчете? Всю войну я был в должности установщика зарядов снарядов. В чем эта должность заключалась? Я орудий сам не заряжал, а готовил снаряды и заряды. У снаряда колпачок есть. Если его в ствол вставить и выстрелить, не снимая колпачка, то снаряд этот до земли долетает, касаясь ее, сразу не взрывается, проникая вглубь, и там уже происходит взрыв. Это использовав для того, чтобы бить по бетону, кирпичу и прочим твердым материалам, из которых делались вражеские укрепления. Таким взрывом разворачивало укрытие гораздо сильнее. А когда предстояло бить по пехоте, то мне давали команду осколочным. При этом я отвинчивал этот колпачок, а там под ним появляется мембрана, белая такая, которую касаться нельзя. И после выстрела, как только снаряд касается земли, происходит взрыв, при котором воронка остается небольшая, а все осколки идут в стороны, веером. После того, как заряжающий загнал снаряд в ствол, подскакивает еще один номер расчета, досыльный. У нас досыльным был жилистый такой мужик высокого роста, всю войну прошел, жив остался. У досыльного в руках длинная рукоятка с круглым набалдашником на конце. Он этой рукояткой упирается в снаряд и со всей силы загоняет его туда, поглубже, в нарезы. На снаряде есть пояски медные, он ими врезается в нарезы канала ствола и потом, при выстреле, снаряду придается вращение. А потом, после снаряда, в ствол досылали гильзу с зарядом. Теперь о заряде расскажу. В гильзе, в мешочках, лежал порох. Порох был разным. Был как маленькие вермишельки и был как длинные макаронины. И тот и другой порох был упакован в мешочки. Маленький порох в круглые, а макаронины в длинные мешочки. Если нужно было стрелять на всю дальность, которая составляла 17 километров в 250 метрах, тогда звучала команда «Заряд полный». В таком случае мне нужно было только открыть одну лишь засаленную крышку, которая закрывала гильзу, спасая мешочки с порохом от воды и подать гильзу заряжающему. У меня все уже было выложено из ящика и разложено на бруствере около станина орудия. Когда я все это дело подготовил, ко мне подбегает заряжающий. Здоровый у нас мужик был заряжающим. Жалко, погиб. Я ему через станину подаю снаряд, он заряжает все это в ствол. На стволе установлен специальный задержник. Когда снаряд досылается, он утапливается, а потом снова приподнимается, не позволяя снаряду вывалиться обратно из ствола, если угол возвышения стрельбы был большим. Потом я заряжающим подаю гильзу с порохом. А если нужно вести огонь на короткие расстояния, то для этого существовало от одной до двенадцати зарядных команд. Например, командую заряд восьмой. И я сразу соображаю, сколько мне выкинуть из гильзы лишних мешочков. Открываю первую засаленную купорку, потом вскрываю вторую, кладу ее рядом. Достаю из гильзы сколько нужно мешочков, возвращаю вторую купорку на место и подаю через станину заряжающему. Гильзу досыльный не загонял вглубь своей рукояткой? Нет. После того, как гильза загонялась внутрь, еще один номер расчета, замковый, сразу закрывал за нее затвор. И все, орудие готово к выстрелу. Как только прозвучит команда орудий-огонь, то наводчик берет шнур, отбегает немного в сторону от хода ствола и дергает за него, и происходит выстрел. Потом, после того, как был произведен выстрел, замковый открывает затвор и оттуда вылетает стрелянная гильза. Готовая к выстрелу гильза зарядом вы перед выстрелом клали прямо на бруствер? Нет. На крышке от снарядных ящиков. А если их не было, то у нас для таких случаев кусок брезента имелся. Когда стреляли уменьшенным зарядом и в пасмурную погоду, то если перед выстрелом смотреть впереди ствола, можно было заметить, что из ствола, как воробушек, вылетает снаряд. Пламя из ствола во время выстрела вырывалась? Было небольшое. У ствола был пламя-гаситель, дульный тормоз. Он навинчивался на конец ствола и имел прорези, как жабры у акулы. Мою пушку, по-моему, она называлась ML-20, и сейчас частенько по телевизору показывают. А у ствола пушки перед щитком располагались две вертикальные гидравлические колонки для облегчения подъема и опускания ствола. Откатные приспособления, позволяющие стволу отходить назад, находились ниже ствола. В них использовалось как гидравлика, так и пружины. Однажды в Сталинграде, когда началось контрнаступление наших войск, мы били больше часа, да так, что у нас на орудии противооткатное устройство вышло из строя. Нам приказали прекратить стрельбу, побоялись, что может просто оторвать ствол, иначе бы он много беды наделал. Поэтому наше орудие отвезли на ремонт в Бекетовку, к Сталинградской ГРЭС. Наши позиции недалеко от нее находились. За выход орудий из строя кого-нибудь наказали? Нет. Так это ведь оно самопроизвольно вышло из строя, от активной работы, столько били беспрерывно. Давайте возвратимся в 1942 год в Котлубань. 5 июля я принял там присягу, и у нас начались занятия. Первое время я снаряд еле-еле от земли отрывал, поднять его не мог. Когда перед отправкой на фронт нам на прицепе привезли снаряды, то нам пришлось их разгружать. Вот этот ящик со снарядами, сколько рук могли за него ухватиться, столько и хватались, чтобы опустить его на землю. При этом кричали «Осторожно! Караул! Уроним!» Перед отправкой на фронт проводились боевые стрельбы из орудия? Нет, ни боевых стрельб не было, ни учебных. У нас при батарее, в которой было два орудия, был даже ручной пулемет Дегтярева. За пулеметом был закреплен пожилой человек, 45 лет, по фамилии Жуков. Пулеметчик находился в расчете первого орудия, а я был у него вроде как вторым номером, но находился в расчете второго орудия. Однажды в Сталинграде мы брали на позицию пулемет, пытались из него подбить мистер Шмидт. Немецкие летчики такие нахальные были. У нас поверх позиции сетки натянуты были, а один мистер Шмидт так низко облетал наши позиции, да еще с наклоном, чтобы получше разглядеть нас, что даже видно было, как он зубы скалил. Вот зараза, а! Этот Жуков подхватил свой пулемет и хотел стрелять уже по самолету, а командир орудия на него закричал «Брось ты! Зачем ты себя перед летчиком обнаруживать будешь?» «Какой там обнаруживать?» Он уже и так нас прекрасно рассмотрел. «Вы говорите, что на позиции сеть была наброшена. Орудия всегда маскировались?» «Нет, не всегда. Зимой бывало побелкой их покрасим и все. Эта побелка на орудии почти до лета держалась, пока сама не облезет. Если где-то в степи стояли, то сетью маскировали, а если в городе, например, в Сталинграде, так там ни деревца среди зданий не было. Землянку нечем было порой накрыть, а чего его было маскировать?» «Забыл. Мы еще и раньше пулемет готовили, когда под Сталинградом бои шли в районе Дона. Наш полк попал в волну отступающих частей. Тогда там все массово отступали, потому что немцы нас стали брать в кольцо, и чтобы спастись, нужно было побыстрее вырваться из этого кольца. Командир дивизиона у нас был отличный мужик, майор. Фамилию его иногда вспоминаю, а вот сейчас забыл, как назло. Вот он нас вывел из окружения. Трактора у нас, которые тащили наши орудия, были производства Сталинградского тракторного завода. Причем были они не пахотные, а специальные транспортные с кузовом марки на Ти-5. Шли эти трактора со скоростью 25 километров. Мы бежали. Этот Жуков с пулеметов. А я рядом тащил две банки с дисками. Ох, отяжеленные они. Я думал, что у меня руки оторвутся. А немец уже все ближе. Ракеты свои осветительные бросает. Но мы по балкам, по балкам ушли все-таки. В этот раз отстреливаться из пулемета по преследующим нас немцам не пришлось, хотя мы были готовы, ведь немцы нам на пятки наступали. В Котлубане ваш полк формировался с нуля или его просто вывели для доформирования? Да, он вышел из боев, в нем были потери большие, поэтому в него и вливали пополнение. Это было видно и по составу расчетов. Например, у нас наводчик был уже опытным обстрелянным бойцом. А я и еще один боец, тоже молодой, попали в расчет как новички. Те, кто уже имел боевой опыт, передавали вам свое мастерство? Ну а как же? Учили они нас. Я у них много перенял опыта. И не только военного, но и простого, бытового. Например, как лучше где-то что-то копать, научился чинить свои вещи, научился разжигать костер. Когда мы зимой на новое место приезжали, в первую очередь надо было выкопать окоп. А этот окоп громадный размер для орудия. Мы первым делом размечали место, убирали его от снега и начинали долбить мерзлую землю. Работали при этом абсолютно все. Потом командир орудия, сержант Шнайдер, мне обычно говорил, Андреев, давай бери топор и разжигай костер. Этот Шнайдер был с Украины. Как и большинство в расчете, нас там только двое русских было. Поэтому и говорил с украинским акцентом. Ну что ж, всем погреться надо у костра, поэтому приходилось брать топор, а иногда и кувалду. Кувалда тоже была очень тяжелой и чтобы ей работать, я брал ее за ручку поближе к самой железяке. А обычно мы ее использовали для того, чтобы забивать упоры, сошняки, при установке орудия. Хотя обычно мы бросали пустые ящики из-под снарядов на позициях, несколько штук обязательно возили с собой, чтобы использовать в качестве топлива для костра. И еще у нас оставался порох, который вынимался из гильзы при стрельбе на малой дистанции. Мы его клали в сумку и тоже возили с собой для розжига костра. Вот с использованием этих инструментов и подручных материалов я разжигал костер и все подходили, грелись у него, погрелись и опять долбить землю. Позиции для орудия имеют размеры и глубину, установленные правилами и нормативами. Зимой, когда земля была мерзлой, допускались отклонения от этих параметров или все делалось четко по инструкциям? А если ты окоп сделаешь меньшим размером, то в него пушка не поместится? Как же тогда станину раздвигать, если стенки окопа мешать будут? А еще и разворот орудия надо учитывать. Как же без него-то? Хоть разворачивать орудия редко приходилось, но если враг с другой стороны окажется, то надо будет срочно развернуть орудия для стрельбы. Поэтому то, что уставами полагалось, умри, но выкопай. Сначала для пушки все сделай, а потом уже для себя ровики глубиной по грудь позади орудийной позиции долбить надо. Один раз только мы копали ровики неглубокие, всего лишь по пояс. Мы тогда стояли около болота где-то то ли в Псковской области, то ли в Новгородской. Орудийную позицию оборудовали как положено, а вот когда стали ровики рыть, то примерно на глубине по пояс стала выступать сырость. Мы не стали копать глубже, чтобы вода не пошла, остановились. Кстати, вот именно в этом ровике мне пришлось получить травму. Неподалеку, метров 100 от нашей позиции, на взгорке, находилась старая немецкая землянка, которой мы заняли. Немцы ее когда-то построили, а потом мы пришли, немножко подремонтировали ее и поселились. В то время на меня болезнь навалилась, называется куриная слепота. Днем я все хорошо видел, а как только приходит ночь, вообще ничего не видать. Меня с вечера всегда ставили с карабином на пост по охране пушки. У первой пушки стоит часовой из их расчета, а я у своей стою. Командир орудия всегда проверял часовых, сам подремлет немножко. Потом выходит, смотрит, не уснул ли часовой и производит замену, если время подошло. А на этот раз получилось так, что мы перед этим отстрелялись, собрали все свое имущество, зачехлили орудие и меня поставили его охранять, а сами пошли отдыхать. И тут через какое-то время нашу позицию засекли немцы и начали пристрелку делать. Пристрелка делается так. Так называемый брезантный снаряд рвется вверху, не долетая до земли. А когда мы стреляли, они засекали нас по выстрелу, слышали наш выстрел и засекали время полета нашего снаряда до их позиции. И вот они при выстреле этого брезантного снаряда тоже засекали время от выстрела до разрыва и таким образом высчитывали расстояние до нас. Увидят пачку дыма от взрыва и соизмеряют. Ага, маловато, надо чуточку прибавить. Прибавляют и опять стреляют. Делают три или четыре выстрела пробных, берут цель, как говорится, в вилку. И когда время совпадет, понеслась стрельба по нам. Когда я услышал разрыв этого пристрелочного снаряда, сразу понял, что сейчас начнут по нам бить и стал передвигаться поближе к ровику. И когда закончилась пристрелка, слышу, мимо провыл один снаряд. Я карабин взял за ремень, опустил на сырое дно ровика и сам туда спустился. Подумал еще, что я оружие почищу, самому бы не испачкаться. Улегся на карабине и так получилось, что ногами лег к болоту. Лежу и только слушаю вой снарядов. Если они с перелетом летят, то падая в болото издают такой звук шпок и все, взрыва нет. А те, которые без перелета, терваются справа и слева от меня. Чувствовалось, что по нам бьют сразу несколько орудий. Лежал я и провожал прилетающие надо мной снаряды. Вот только когда ко мне прилетел снаряд, я его даже и услышать не успел. И как шарахнуло у меня в ногах. Меня по грудь засыпало землей и оглох и сколько так пролежал, не помню. Очнулся и думаю. Обстрел идет еще или уже не идет? Вставать или нет? Ворочаться или еще рано? Обстрел, оказывается, к тому времени закончился. Ребята прибежали к орудию, кинулись меня искать, нашли, вытащили. Вот так моя первая контузия случилась. Осколками вас не задело? Нет, все нормально обошлось. Вот только привалило меня землей. Орудия наши при обстреле тоже не пострадали. После контузии вас в госпиталь отправили? Нет, кто-то мне сказал, что после госпиталя меня отправят в пехоту, поэтому я уперся и ни в какую. Никуда не поехал, даже в санчасть обращаться не стал и все. Вы рассказали, как немцы вели контрбатарейную борьбу. А ваше орудие участвовало в подобных дуэлях? Мы тоже использовали такой метод, но чаще нам уже давали готовые координаты цели. Кто-то засекал их для нас или, например, самолет обнаруживали артиллерию противника. Мы-то сами по приборам стреляли, мы врага не видели. А на передовой вместе с пехотой находились или командир батареи, или наша артиллерийская разведка с корректировщиком огня. Вот им дали цель, или они сами обнаружили, рассчитали и нам передали координаты, а мы по приборам стреляем. А все эти замеры по разрывам брезантных снарядов делали связисты, поскольку у нас для таких расчетов инструментов не было. Да и у немцев, наверное, этими замерами тоже не артиллеристы занимались. У меня даже медаль есть как раз за контрбатарейную борьбу. Расскажите, пожалуйста, за что вы ее получили? Это было в Белоруссии. Там по нам стреляла батарея калибра 105 мм, и мы от них отбивались. Во время этой перестрелки я работал за двух номеров. Работал точно и быстро, как написано у меня в наградном листе. Почему вам пришлось работать за двух номеров расчета? Ну, не было одного. Мы же тоже теряли людей. Погибали они в бою. В нашем расчете мы троих потеряли. Вот такие вот дела. Интервью и литературная обработка Сергей Ковалев Конец первой части. Читал Олег Лобанов